МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы глубже понять порнокопытных, американский биолог прикрепил к своим конечностям специальные протезы и какое-то время передвигался только так, на своих четверых, причем в обществе КОС. Свои ощущения он написал в книге, если коротко, то ходить на четвереньках оказалось труднее, чем он думал, а больше ничего полезного он не узнал. Зато получил за это Шнобелевскую премию. Наши ученые занимаются исключительно полезными исследованиями. Об этом не только в программе ТСН Итоги, в студии Роман Явныч. Здравствуйте. И вначале главные темы выпуска. Выборы прошли, но партийный выбор до сих пор не сделан. Для кого готовят кабинеты в облдуме? Где ровно, там и забьется, что грозит застройщикам за неправильно установленные трубы. Так он все-таки излечим? Как предупредить рак, узнаем у главного онколога Тюмени. Наука России Тюменью прирастать будет. На что тратят деньги стипендиаты президента? Он улетел и обещал вернуться с Пеликаном. Тюмень выставила очередного претендента на звание Учитель года. В правительстве области серьезные кадровые изменения. Сегодня о них стало известно на заседании его президиума. Заместитель губернатора Олег Заруба переходит на другое место работы. Новым замом назначена Лариса Теплоухова. Раньше она занимала должность замглавы администрации Тюмени. На новом посту она будет курировать департаменты труда и занятости, недропользование, комитет по охране историко-культурного наследия и управление по охране и использованию животного мира. Заместителем губернатора назначен и Андрей Киселев. И на этой должности он продолжит руководить с департаментом имущественных отношений. Департаментом стало управление лицензированием и регулированием потребительского рынка. А его директор Андрей Пантелеев теперь будет отвечать еще и за развитие туризма и становится членом президиума областного правительства. Как и Александр Албычев, директор департамента информатизации. Произошли также дополнения и перераспределения полномочий. Блок Шумкова Вадима Михайловича дополняется департаментом экономики и комитетом по инновациям. Управление по государственным закупкам переходит под координацию Кострова Татьяны Юрьевны. Деятельность департамента информатизации буду курировать лично. Программа сотрудничества переходит под кураторство Крупиной Татьяны Львовны. Программа по переселению соотечественников переходит в кураторство департамента труда и занятости. Где продолжит свою карьеру Олег Заруба пока не сообщают, но прошлые его заслуги оценили достаточно высоко. Сегодня стало известно, что экс-заместитель губернатора награжден медалью ордена за заслуги перед отечеством второй степени. Как написано в указе президента, за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Теперь новости о власти законодательной. Тюменская областная дума пятого созыва осталась в истории. Поименный состав парламента шестого созыва мы узнаем 29 сентября. Пока же точно известно, что их будет 48 человек, ну и как именно распределились места между партиями. Два кресла у «Справедливой России», три у КПРФ, четыре у ЛДПР и 39 у «Единороссов». Конечно, появятся и новички, впрочем и сам Дом Советов готовится к новому законодательному сезону. Как именно, увидела Лариса Соловьева. Новую думу встретят обновленные стены. Ремонт в Доме Советов в самом разгаре. Вот и депутата фракции ЛДПР Глеба Трубина попросили подвинуться на время из кабинета. Впрочем, и в областном парламенте партии пришлось потесниться. Хоть среди оппозиции ЛДПР-лидеры, но в этот раз им досталось четыре мандата вместо пяти, как в прошлом созыве. Из вновь избранных депутатов Думы два с опытом, и два будут работать в законодательном органе региона впервые. Артем Зайцев один из них. Для плодотворной работы хороша не только ротация кабинетов, но в первую очередь кадров. Залогов успешной парламентской работы – это ротация кадров, это обновление, чтобы люди приходили с новыми взглядами, с новыми идеями. У нас половина фракции будет новой, действительно, два депутата остается, что позволяет преемственность некого поколения. По предварительным подсчетам состав Думы обновится на треть. То около 16 депутатов, новые лица появятся во всех фракциях. Но кто именно войдет в шестой созыв, еще предстоит определиться. У нас несколько депутатов, Югры, например, участвовали одновременно в выборах и в Егорскую Думу, и в Тюменскую Думу. Сейчас они имеют по закону право в течение пяти дней определиться, все-таки, что они выбирают для себя. И вот после этого список будет корректироваться. Сейчас портрет новой облдумы выглядит так. 15 мест у партийному списку у «Единой России», 4 у «Либерал-демократов», 3 у «КПРФ» и 2 у «Справедливой России». Остальные депутатские кресла займут те, кто одержал победу в одномандатных округах. Все они единороссы. И у партии не только снова большинство голосов, но и на один мандат больше. В итоге из 48 депутатов 39 – представители «Единой России». Уже понятно, что будут и проверенные временем парламентарии. Что им делать в новом созыве, они давно знают. Очень сложным и важным вопросом является сельское дорожное строительство. Второй проблемой, на наш взгляд, это здравоохранение именно в сельских территориях, особенно в дальних территориях. Проблема, касающаяся клубных учреждений в малых деревнях. И проблема эффективной поддержки и развития лично-пособных хозяйств и фермерских хозяйств. Вот эти проблемы наиболее важные, которые надо решать в будущем созыве. Уже 6 октября пройдет заседание Думы нового созыва. До этого времени все партии должны определиться окончательно составом своих фракций. Но уже сейчас можно сказать, что законодательный орган Тюменской области сформирован. Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время. Ну, новички новичками, а думские тяжеловесы остались прежние. И уже 6 октября мы узнаем, кто станет спикером, его замами и руководителями комитетов. А теперь о насущном. Отопительный сезон в областном центре стартовал сравнительно гладко. По данным тепла Тюмени за последние 4 дня насчитали около 80 аварий на распределительных сетях. Но сейчас уже все устранили. Сегодня же должны закончить и плановые капитальные ремонты. Напомню, в этом году тепловики хотели заменить лишь 11 километров сетей. Ну, а прессовка выявила еще 5 километров ветхих теплотрасс. Впрочем, говорят, что на сроки запуска отопления это не повлияло. Сейчас дело за управляющими компаниями, которые настраивают внутридомовые сети. Сегодня мы также запускаем 11 центральных пунктов. Это остаток из 165 пунктов, которые уже запущены за 4 дня. Вот эти тепловые пункты будут запущены по объектам Дома обороны за Тюменской части города, район Майка. Если в тепле Тюмени верят в лучшее, то вот в Тюмень-водоканале, наоборот, выражают опасения. Там ожидают всплеска аварий на канализационных сетях. В сезон заготовок многие горожане, не мудрствуя лукаво, выбрасывают в канализацию все, что плохо лежит. Так пишет в водоканале. На мой взгляд, сезон все же закончился. Но вот то, что некоторые не умеют пользоваться системой водоотведения, это факт. А в новых домах к этому еще порой добавляются и ошибки строителей. Больше половины объектов сделаны с нарушением, но для этого и существует контроль. На приемке одной из новостроек побывал Алексей Козлов. Лаборатория телеметрии начинает исследовать объект. Канализационная труба выходит из многоэтажного дома. От того, насколько точно была соблюдена технология при строительстве, будет зависеть, как часто жильцам придется вызывать аварийную бригаду. Выяснят это специалисты с помощью специальной машины. Робот готов к исследованию. На вот этом кабеле он может уйти на расстояние до 200 метров. Его задача проверить, не осталось ли строительного мусора в канале, а также правильно ли соблюден угол наклона канализации. Что-то вроде эндоскопии, только в масштабах строительного объекта. Поехали! Иногда бывает после застройщиков, то есть они оставляют после себя строительный мусор. Кирпич, щебень, остатки труб, остатки бетона, остатки опалубки. Но сейчас чистого раза бы, да, все? На данном этапе, да, после застройщика, застройщик после себя промыл трубу, привел в порядок. Специалисты водоканала говорят, результат проверки важен в первую очередь для жителей, ведь большинство объектов это многоэтажные новостройки. Если взять, к примеру, сети канализации, то есть проверяется уклон, выдержан ли уклон по системе канализации. То есть если уклон не выдержан, то это в будущем приведет к дополнительным засорам на сетях канализации, соответственно, к перебоям водоотведения данных домов. Проверяется уровень колодцев, проверяется, как правильно, неправильно сделаны лотки в колодцах. С начала года лаборатории телеметрии проверено 75 объектов. Из них без замечаний было меньше половины, а на 40 требуется доработка. Алексей Козлов, Павел Михайловский, Тюменское время. Ну а сейчас в студию уже появилась моя коллега Марина Лютова. Марина, добрый вечер. Добрый вечер, Рома. Готовы рассказать, о чем же писали сегодня тюменские интернет-издания? А мы готовы внимательно выслушать. Пожалуйста. Тюменского бизнесмена будут судить за вывод в офшоры 148 миллионов долларов. Это эквивалентно о сумме более 5 миллиардов рублей. По версии следствия, действовал он не один, а в составе преступной группы. Деньги лиц, желающих перевести их за пределы страны, вопреки требованиям закона, проводились по определенной схеме. Как уточняет РБК, в банке предоставлялись подложные договоры и акты таможенного досмотра, по которым из Китая якобы поставлялись ветроэнергетические системы. Соответственно, банки перечисляли деньги клиентов на счет китайской компании. Доход преступной группы составил около 8 миллионов рублей. Теперь обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до миллиона рублей. В Тюмени впервые выбирают общественную палату, пишет комсомолка. Голосование за кандидатов проходит на портале «Я решаю». В списке 49 человек, из которых нужно выбрать только 20, победит тот, кто наберет наибольшее количество голосов. Претенденты, представители общественных объединений, некоммерческих организаций. Новый состав будет работать 3 года и только на общественных началах. До конца голосования осталось всего 8 дней. В предстоящее воскресенье, 25 сентября, в Тюмени пройдет Всероссийский день бега «Кросснации-2016». В связи с этим движение по центральным улицам города будет перекрыто с 9 утра до 3 дня в квадрате улицы Володарского, Челюскинцев, Профсоюзной и Советской. Со схемой можно ознакомиться, в частности, на вслухру. Скажется это и на движение общественного транспорта. Под перекрытие попадает участок Первомайской. Я хочу напомнить, что «Кросснация» это самое массовое спортивное мероприятие в нашей стране. Проводится он уже больше десятка лет. И вот в это воскресенье тюменцев ждут на центральной площади на открытие без 15 и 11. Все желающие могут прийти, хотя зарегистрироваться нужно было заранее. Это хорошее мероприятие, но мы с коллегами решили бежать 1 октября, когда пройдет тюменский полумарафон. Он, кстати, пройдет тоже в черте города. Регистрация закончилась сегодня. Ну вот мы придем посмотреть, а болеть всех приглашаем 1 октября. Спасибо, Марина. А мы продолжаем. Онкологи области сегодня провели свою традиционную ежеквартальную встречу. И хотя количество выявленных заболеваний вроде бы в области идет на спад, за 7 месяцев этого года зафиксировано 2800 случаев, ну а за весь прошлый год 5500, но рак по-прежнему остается чумой 21 века. Есть ли какие-то подвижки в исцелении от онкологических заболеваний, узнаем у Михаила Наумова, гость программы, главный онколог Тюмени. Михаил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Я, может быть, задам сначала какой-то наивный, на ваш взгляд, вопрос, но наверняка он интересует большую часть нашей аудитории. Удастся ли медикам в ближайшем будущем найти лекарство от рака? Вот так, чтобы раз и навсегда. Вот так, чтобы раз и навсегда, но к этому идет и медицина, и наука шагает широкими шагами. Достаточно появляется большое количество новых серьезных препаратов, которые способствуют и продолжительности жизни, и излечению. Но, конечно, в первую очередь для того, чтобы мы приблизились к хорошим, лучшим результатам, это необходима профилактическая работа, направленная на раннее выявление злокачественных наобразований. То есть профилактика среди здоровых людей? Начиная среди здоровых. Скрининговые программы различные, которые в нашей области проводятся. Вот скрининговые программы, по-простому, это что значит? Скрининг – это когда человек приходит в поликлинику, допустим, за какой-то справкой, обращается. Ну, такой любой штатный визит получается. Или, допустим, обращается с простудным заболеванием. При этом у него забирают кровь на ПСА, допустим, у мужчины. Женщину при этом направляют на УЗИ малого таза. То есть на то, о чем она не жалуется. Вот это называется скрининг. Ну, в общем, задача – предупредить все это дело. Да, предупредить и выявить. Да, и тогда результат практически будет достигать 90-100%. То есть на ранней стадии он все-таки излечим? Излечим. Да. Ага. А что мешает сейчас наладить в Тюменской области? Работа ведется. Внедрены в конце 2015 года еще ряд скрининговых программ, таких, которые во многих регионах вообще не проводятся. Это исследование желудочно-кишечного тракта под медикаментозной седацией. Это ФГС и колоноскопия. То есть дополнительные, получается, какие-то исследования. Дополнительные, да. Человек, заходя в полиглинику, он тоже должен пройти через смотровой кабинет. Есть мужской смотровой и женский. Где его должны раздеть и посмотреть, начиная с его кожных покровов, вот сверху до головы, начинающие с завиданной железы, молочной железы. И вот... Не, вы все правильно говорите, Михаил Михайлович. Но тут встречный вопрос. А что мешает медикам брать нас, пациентов, и делать свое благое дело? Вот что-то мешает. Что-то мешает. Вот для этого вот эти наши совместные проходят мероприятия, где мы приглашаем. Вот сейчас сегодня уже посидели, поговорили. Уже договорились о том, что во вторник в городском департаменте пройдет встреча с ночмедами городских поликлиник, где мы... В очередной раз запустите одноховик. Еще раз проговорим основные моменты, на которые необходимо обратить внимание. Потому что вот сегодня выступала пятая поликлиника. Все делается, все красиво, но есть к чему стремиться. Кто-нибудь когда-нибудь вообще скажет нам, вам, от чего первопричина рака вообще? Известно? Или это вот возникает из-за откуда? Пока на сегодняшний момент это комплекс... Комплекс... Причин? Да, который вот приводит к возникновению. Но пока никто не скажет, что вот есть одна такая, одна причина, которая приводит. А в комплексе это и питание занимает немалый процент, да. То есть то, что мы с вами видим сегодня. Это и окружающая среда, это и стрессы, которые последние... Ну, вообще присутствуют там, да. Учитывая то, что экология не улучшается, питание тоже непонятно, мы все обречены. Ну, вот для этого и мы стараемся быть на, так сказать, на страже здоровья. Ну и генетические предрасположенности, конечно, никто их не исключает. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну, а сейчас, как говорили раньше, вести с полей. Уборочную кампанию первыми в регионе завершили в Сладковском районе. Специалистов АПК поздравил с этим событием губернатор. Впереди другие новости из районов области. Добавлю, что выпуски нашей программы доступны на Ютьюбе и в группах «Тюменское время» в соцсетях. В Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках. Тройку лучших хлеборобов в сельхозпредприятии «Галышмановский» наградил глава района Александр Желтаухов. Лидерами они стали по итогам декадных соревнований. В целом в районе хорошие показатели. Там обмолочено более 92% посевных площадей. Валовый сбор зерна превысил отметку 100 тысяч тонн. Историко-культурный центр «Казанский» открылся в селе Покровское Ярковского района. Назван он в честь иконы Казанской Божьей Матери. Одна из выставок посвящена последним дням российского императора Николая II. Часть экспонатов из фондов Московского музея. Другая из личной коллекции директора центра Игоря Ястребова. В Виколова на помощь юным инспекторам пришли пенсионеры. Там прошла акция «Лайк водителю». Пожилые волонтеры переходили дорогу по переходу около центра творчества и военкомата. Вежливые водители, которые пропустили пешеходов, получили в подарок листовки. Цель акции – призвать к внимательности за рулем. «19 мыслей художника» – так называется интерактивная выставка в Тобольске. Ее организатор – центр творческих людей. Сама экспозиция в стиле перформанс. Фоном звучат голоса и музыка, а выступление мимов дополняет общее настроение. Такие необычные инсталляции в водонапорной башне проводятся регулярно. За этот сезон их было 15. Все-таки, когда Ломоносов говорил про богатство России, прирастающее Сибирью, он наверняка имел в виду не только полезные ископаемые. Разработки молодых тюменских ученых заинтересовали врачей со всего мира. Теперь дарования успешно совмещают практику с научной деятельностью на выигранные немалые гранты. Немало у нас и студентов, получающих стипендии правительства и президента России. Это суммы от 5 до 11 тысяч рублей. За что и на что выделяются государственные деньги, узнала Юлия Сауляк. Женщина повредила глаз веткой дерева, но молодой доктор обязательно разберется. Екатерина Пономарева уже год дежурит во второй областной больнице. Бывает, конечно, с серьезными травмами, с открытыми повреждениями, с разрывами, с клеральными глазного яблока, с проникающими ранениями. В медицину Екатерина пришла по примеру родителей, но кроме практики заинтересовалась наукой. За свои разработки по глаукоме у больных ревматизмом аспирантка и получила стипендию президента. Планы большие. Подход к методике исследования поменять, чуть-чуть его расширить и поменять чуть-чуть подход в лечении. А Мария Чепис уже известна в научных кругах за границей. Исследование, которое она с коллегами посвятила биохимии крови, заинтересовало врачей из нескольких стран. Предметом внимания стали особенности свертываемости крови у людей с нарушениями щитовидки. Президентская стипендия поможет научную работу продолжить. Я была очень рада. То есть я переживала, не знала, дадут, не дадут. Конечно, очень приятно, что оценили заслуги, оценили все то, что мы сделали. Это такой большой труд. Возможно, в будущем все узнают имя Петра Петрова. Круглый отличник в этом году стал стипендиатом правительства страны. Пока студент четвертого курса бредит химией и мечтает создать новые лекарственную идею талантливого юноши масса. В том-то и дело, когда начинаешь учить что-либо, постигать, и ты для себя открываешь вот эти новые просторы, для тебя открываются много дверей. И то ли действительно создать именно препаратную, какую-то именно французскую субстанцию, либо создать какую-то удобную лекарственную форму. Очень много направлений, все интересно, все хочется постичь, но вот ни со что, руки-то всего две. Креативную молодежь активно поддерживает областное правительство и губернатор. По программам «Умник» у «Трейстарт» предоставляют гранты в размере до полумиллиона рублей. В прошлый год у нас 15 победителей по программе «Умник». Сложив всех с начала действия этой программы, там порядка где-то 16 миллионов рублей. За пять лет количество заявок от будущих медиков только по программе «Умник» выросло втрое, а победителей и обладателей грантов стало вдвое больше. Юлия Сауляк, Александр Изусимов, Тюменское время. Об образовании говорили и депутаты городской думы. Педагогический состав тюменских школ медленно, но верно молодеет. Так сейчас примерно треть учителей в возрасте до 35 лет. А 65% школьников уже занимаются по новым государственным стандартам. В развитие образования в прошлом году вложили более 8 миллиардов рублей из городского бюджета. Показатели в принципе все достигнуты, которые были поставлены. Они достаточно хорошие, удовлетворительные. Во всяком случае мы это все оценим. Но меня тоже насторожило. Вы тоже услышали, что у нас повысилось число детей, процент детей, которые не получили тестат образования. Это вот как бы нас задуматься заставляет, контролировать эту ситуацию придется. В Самаре сегодня стартовал финальный этап конкурса «Учитель года России». И у Тюмени есть все шансы пополнить коллекцию пеликанов. Нашу область в этом году представляет победитель регионального конкурса «Педагог года 2016» Максим Трифонов. В воскресенье учитель математики проведет конкурсный урок с использованием информационных технологий. Главным помощником Максима на занятии с незнакомыми восьмиклассниками станет робот. Тема выбрана мной «Параллелограмм». Это будет второй урок, и, соответственно, мы будем рассматривать признаки параллелограмма. И я попытаюсь с помощью робота выйти как раз на формулировки признаков и на доказательства. Как отметила наставник Максима, народный учитель России Ольга Ройтблат, за всю историю конкурса «Учитель года» больше всего лауреатов, примерно четверть, из Тюменской области. Будем болеть за Максима, результаты узнаем уже в понедельник. Ну а на сегодня у нас все. Спокойной ночи и хороших вам выходных.